Привет всем, этот ролик будет очень коротким. Наконец-то мы что-то узнали о Вадиме, с ним все хорошо, это самое главное, то, о чем мы все переживаем. Вдруг что-то с ним не так, ведь такие серьезные ранения и такое тяжелое у него положение, и материальное, и моральное, естественно, серьезнейшие проблемы со здоровьем. Ну, теперь понятно, что все здорово и замечательно, нам продемонстрирована новая фотография. У меня вопрос, в общем-то, не о Вадиме, а вообще к людям обращение. Вот вы мне подскажите, пожалуйста, вас серьезно в России вот такие врачи, я имею в виду, ну, просто изуверы какие-то? Ну, вот посмотрите, слева эта фотография 3 июня, раны на предплечье, значит, здесь наложено три стишки, да, вот эти нитки, три в трех местах, а слева это типа та же самая рука, только через месяц, и здесь уже наложено 7 стишков. Разница, кстати, ощутимая здесь зеленка, тут йод, это к вопросу о том, что очень многие заметили, дескать, зеленку в российских больницах уже давно не применяют, только в домашних условиях, понимаете, ну, не все ведь это знают, правда же, здесь уже все по правилам, йод, все как в приличных местах, слева это же в бесплатном месте делалось в Краснодарской клинике, а справа это в платной московской клинике, поэтому йод, да, это... Ну, мой вопрос все еще не об этом, а вопрос вот о чем. Послушайте, Вадим говорит, что операция еще только будет, вот он сидит в коридоре перед хирургией, ждет, когда добрый доктор ему что-то отрежет. Да, а руку-то между делом еще раз разрезали, еще раз зашивали. Я вот тут до конца не понимаю, а для чего? Ну, вот если 3 июня ее просто так зашили, без операции, ну, просто так собрали, она уже тут успела зажить, потом, получается, между делом ее еще раз зашили, и рана уже опять фактически затянулась. Для чего разрезали? Ведь операции-то еще не было, то есть операция только еще предстоит? Так вот, об этом у меня вопрос, у вас все время врачи так над вами издеваются? Ну, то есть ты пришел так к нему на осмотр, а он тебе, охрясь, опять по зажившей ране, посмотрит, так сказать, что там внутри, скажет, ну, операция потом когда-нибудь будет, да, давай сейчас вот мы тебе ее еще больше зашьем, посмотрим, как она так затянется, а потом когда-нибудь операцию сделаем. Как бы непонятна демонстрация разных ран, при том, что операция-то все еще никак не состоится. И это та самая операция, которая должна быть на нервах, то есть, насколько я это понимаю, ну, в течение хотя бы первых трех-пяти дней, именно с этой целью Вадим полетел в Москву, чтобы ему как можно быстрее ее сделали. А сегодня вот уже месяц, и операция все еще не сделана. Но надежда-то есть, конечно, что пальцы восстановят свою функцию. Вот здесь, правда, на этом ролике они работают, но это, это был просто такой момент, понимаете? Это вот так случайно вышло. Мы же понимаем, работало только два пальца, здесь третий заработал. То есть, ну, видимо, функция последних не совсем восстановилась. С другой стороны, неудивительно, ведь так часто режут в одном и том же месте безжалостные какие-то. Я вот у нас, например, так, если уж и разрезают, то для того, чтобы произвести операцию и уже, как говорится, зашить окончательно, я уже не говорил о том, что обычно, когда делают операции на подобных местах и подобные операции, то сразу накладывают гипс и очень жесткий вангет, чтобы рана и рука вообще, вообще не шевелилась никак, потому что, ну, восстановление нерва, сами понимаете, функция это очень серьезное дело. Тут так зажило, ничего, разрежем еще раз, а потом по третьему. Может, еще между делами, еще резанем. Пока это дело до операции дойдет, понимаете? Но самый главный месседж, господа. Теперь Вадим знает, что платное лечение, конечно же, лучше, чем бесплатное, и всем бы нужно стремиться в России к платному лечению, потому что это просто небо и земля, понятное дело. Непонятно, правда, почему так вот как-то все очень долго-долго тянется, и все время как-то в платных клиниках разрешают снимать только в коридоре. Да, у нас вот разрешают снимать все, что угодно. Палату, я там имею в виду питание, телевизор, душевую. Вообще можешь просто круглосуточно вести хоть стрим со своей собственной кровати после операции, если хочешь. Ну, в России, видите, правила пожестче, наверное, в палате телефоны, я так понимаю, отбирают. Да. Ну что ж, в любом случае, конечно же, нужно поздравить Вадима. Спасибо людям, что помогли ему оценить прелести платной клиники. Пальцы будут восстанавливаться полтора аж года. Вы готовьтесь, ребята, может придется еще ему помогать. Работать-то ведь он не сможет, полтора года это вам не шутки. Специфика у него. Раны затягиваются очень быстро, а функции восстанавливаются полтора года. Да. Мы все судим о людях по самим себе, естественно. То есть, если человек глупый, он думает, что и все вокруг точно такие же, как и он. Если человек добрый и благородный, он думает, что и все вокруг добрые и благородные. Вадим Харченко возвращаться из мира своих фантазий в реальность не собирается. Я так вижу, что он не только комментарии отключил, а вообще и голову, он даже не пытается смотреть то, что люди о нем говорят. Но, наверное, должно заговорить еще больше народу, чтобы и до него дошло, что, ну, не все такие, как он. Далеко не все. И жду ваших комментариев по поводу изуверства российских врачей. Принято ли у вас по три раза разрезать одну и ту же рану, так и не дойдя в конечном счете до операции. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова